Народ, всем привет! Наконец-то я вернулся, у меня были кое-какие свои личные дела, пропадал, каюсь, но... Видос будет сегодня про HGLRC рюкзачок. Рюкзачок, которым я пользуюсь уже, на самом деле, почти два месяца. Уже сложил о нем какое-то впечатление, есть плюсы, есть минусы. Но для начала давайте расскажу в целом, что это за рюкзак, как его позиционировать, для кого он нужен и что с ним делать. Погнали! Давайте опять вернемся к тому вопросу, чем плохи современные рюкзаки. Они дорогие и они плохо продуманы. Некоторые рюкзаки собираются людьми, которые не шарят вообще в DronStaff, какого размера аппаратуры, для чего нужны вот эти вот кармашки и все такое. Поэтому они получаются иногда не такими, какими бы мы хотели видеть. В данном случае HGLRC бренд, который уже давно на рынке и, судя по всему, у них получилось сделать то, что мы хотели бы видеть. Здесь у нас получается реально прикольный рюкзак и немножечко, немножечко дешевле, чем у аналогов. Его можно найти что-то типа за 180 долларов. Есть, конечно, старые рюкзаки, которые еще можно найти подешевле, но вот коллеги современные, которые новые рюкзаки, они стоят дороже. Так что у нас получается рюкзак из среднего ценового сегмента и предлагают он по факту практически то же самое, что и товарищи. Что здесь значит есть? Рюкзак в целом небольшой. Его называют mid-size, то есть среднего размера. Я тут полностью соглашусь. Он не совсем маленький, но именно вот такого размера, который на самом деле вам нужен. И если вы ходите летать с классическим набором оборудования и у вас нет ничего громоздкого, сюда должно влезть все. И при этом он не такой здоровый, как некоторые предыдущие рюкзаки, которые мы здесь недавно тоже смотрели. И в этом мне очень его нравится. То есть он как раз такого размера, как мне нужен. Выполнен он из тех же самых классических материалов, что и всегда. То есть это какой-то полиуретан. Он отталкивает воду, но если вам нужна защита от дождя, то также можно докупить, по-моему, за 7 баксов или что-то такое. Полностью мешок, накрывающий рюкзак. Он в комплекте, по-моему, не идет. Ну а в крайнем случае у меня от старых рюкзаков еще 2 или 3 таких лежат дома. Я сказал, ну вот здесь брать не буду. Ну и теперь касаемо дождя. Здесь, мне кажется, от водителя не особо защищен, потому что легко впитывать влагу. Вот эта ткань, она не такая плотная. То есть внутри, вот как видно, уже потеки. Вода пошла уже внутрь, а на самом деле мы под дождем прошли минут 10. Если дождь будет длинный, долгий, то она промострит все целиком. Оно все сделано из одинакового материала. С любой стороны, даже снизу вода начнет просачиваться внутрь, сверху вниз. И такое. Вот единственное, что ноутбук, он чуть более спрятан, но все равно тоже, как бы, я думаю, что он тоже намок и со временем. Легко все-таки под дождь с этим рюкзаком не попадать. Но в целом рюкзак мне нравится, как он выглядит. У него есть красная строчка вот здесь вот спереди, а так он полностью черный. Строгий рюкзак, что неплохо. И сюда не обязательно складывать дрон. Это точно так же может работать хорошо, как фоторюкзак. И я, на самом деле, использовал много, как просто таскать оборудование на съемке. То есть положить сюда пару камер, снизу положить какой-то слайдер, сверху положить какие-то аккумуляторы, фильтры, дополнительные объективы. И вот рюкзак заполнен другим оборудованием, но все точно так же очень удобно. Спереди классическое место для расположения дронов. Естественно, вы дроны можете все так же вешать на сам рюкзак. Сюда обычных классических мелких дронов повесить можно штук 6, а если постараться, может быть, даже 8. Так что здесь есть куда развеситься. Естественно, здесь используются эти стрепы, но не обычные классические на вставках, а на магнитах. То есть вам не нужна вторая рука, чтобы их защелкнуть. И это очень прикольно. То есть вы одной рукой открываете, так же одной рукой защелкивается. Везде на ремешках есть вот такие пластиковые кольца, которые позволяют вам избавиться от этого неприятного ощущения болтания вот этих вот ремней, когда они, например, в сложном состоянии. Ну, а когда здесь дрон затянут, то это, в принципе, выглядит очень аккуратно, компактно. Когда вам эта штука не нужна, например, я пользуюсь такой редко. Я ее вообще снимал, но сейчас для вас надел обратно. Здесь есть замочки. Вот так вот, хоп. И у вас остается вот этот сегмент, который именно с ремнями у вас на руках. И вы его откидываете, и у вас рюкзак становится полностью строгим, без всяких вот этих вот весюлек. Очень красивый, ровный рюкзак. Дальше с боков есть два кармана, достаточно плотные, достаточно большие. Вот они размером примерно с ладошку. Они, к сожалению, не такие длинные, как на онлайн, весь рюкзак. Но здесь сделали вот такой вот карманчик. Я туда какую-то мелочь положил, и нормально. При этом всем он, естественно, достаточно плоский. Ну и, соответственно, снаружи есть вот такая вот резинка, в которую нужно вставлять штативы, либо бутылки. Она, к сожалению, очень короткая. То есть, могли бы сделать повыше, была бы большая разница. В отличие от предыдущего рюкзака, который я показывал, от PGA Tech, здесь никаких вырезов внизу нет. Поэтому весь мусор, который здесь набивается вместе с водой, он остается. Ну и еще очень важная вещь, это велкро. Вот такая вот здесь, на которую можно всякие нашлепки приклеивать. Также есть очень полезная тема для честных людей, которые, если что, в случае чего вернут ваш рюкзак. Например, сюда можно вашу визиточку засунуть какую-то, там, не знаю, написать имя, телефон. В случае чего, чтобы, если что, отзвонились обратно. Но, будем честны, рюкзак с таким дорогим оборудованием, скорее всего, канет в никуда. У нас такое уже случалось, рюкзак мы потеряли. Сзади, мне очень нравится, как они сделали спинку. У них здесь подушки под нужные места, а посередине, где идет ваш, типа, хребет, здесь сделан вырез. Из-за этого она немножко лучше продувается. Естественно, есть ремень для использования его вместе с чемоданом. Такое я делаю очень часто. Здесь, действительно, он в нужном месте, нужной длины. Ручка чемодана проходит замечательно. В самолете он проходит, естественно, как ручная кладь в большинстве компаний. Есть, конечно, те, которые вот только в половину это разрешают, тогда да. Сами лямки неплохие, хорошо сделаны, но, есть одно но. Вот эта вся, вот эта вся часть, она отсоединяется. То есть, она отсоединяется полностью, вы ее вытаскиваете, она здесь просто на вот такой ленте сделана. С одной стороны, это прикольно. Вы можете использовать рюкзак без лямок, лямок у вас не будет, будет просто сумка. Тогда у вас остается, по факту, одно нормальное крепление, это верхняя ручка. Насколько она надежно пришита, не знаю. То есть, здесь она вроде как пришита, но выглядит такое. Она как будто прошита вот только к этой части, она не очень толстая. Там тоненькая, тоненький слой ткани. Вроде пока держит. На сайте написано, рекомендую моя нагрузка, 8 килограмм. 8 килограмм это не так много, то есть, сильно перегружать рюкзак не стоит. Но, на самом деле, положили аккумуляторы, сумку с инструментом, очки, пульт. Ну, вот вы уже там почти что на 8 килограмм и приехали. Кроме того, естественно, лямки чуть-чуть меняются по длине, то есть, к ним можно рюкзак сделать ближе дальше. То есть, это именно плечевая часть. И вот здесь вот поджать можно за счет вот этого ремня. Но это классика. Естественно, также есть поддержка на груди. Есть небольшие ленты, на которые можно что-то дополнительно прищепить. Там микрофончик или что-то такое. Ну и вот такие вот есть два карабина, на которых есть еще ленты. Для чего они нужны, я не знаю. Естественно, здесь также есть возможность положить ноут. Здесь отделение, которое на отдельном замочке, прямо у вас за спиной. До 16 дюймов ноутбуки влезают. То есть, здесь у меня макбук 16-дюймовый. Он вот как раз ровненько туда влезает. Я думаю, под него как раз они племянное и делают. Скажем честное, такие большие ноутбуки все меньше пользуются популярностью. Много кто носит с собой ноутбуки тоньше, легче, меньше. Какие-нибудь совсем ультрабуки для настройки в поле дрона этого выше крыши. Тем более, в современном мире они хорошо все тянут. Все программы работают хорошо. Также, касаемо основных лямок, их можно перенести. Их можно перенести вот отсюда, вот сюда. Здесь есть вот эти вот ленты, за которые это все можно зацепить. Соответственно, у вас основная часть нагрузки будет приходиться чуть ниже. Я так недельку походил, разницы особо не понял. Немножко не сбалансированный рюкзак. Все-таки удобнее, когда он выше прикреплен, чем ниже. Но, возможно, для чего-то это нужно, я просто не оценил. Но здесь такая фишка есть. В верхней части есть классический отдел, в котором вы клоните аппаратуру. По большому счету сюда влезает любая аппаратура. Даже самые крупные. Места много. Есть дополнительный кармашек. Небольшой, но туда что-то можно положить. Такое, какие-нибудь мелочи, там, флешки, еще что-то. Ну и внутренности. Что первое бросается в глаза, что крышка не открывается до конца. Она открывается на самом деле, если открыть вот эти вот ленты. Но при этом всем вы также можете их не открывать, а использовать ее в таком формате, когда она практически как столик работает. А это значит, что вы можете взять, предположим, вашу аппаратуру, положить сюда, и она там лежит. Конечно, это не заменит нормального стабильного стола, вот такого, какого-нибудь раскладного. Но это лучше, чем держать это все в руках. Ну а внутри классическое расположение кубами. То есть все эти стенки перемещаются во всех направлениях. Вы можете их расставить так, как вам удобно. Здесь нечего особо показывать. Дополнительных карманов внутри нет, кроме тех, что вот здесь вот в стеночке. Здесь такие два кармана с сеточкой и один большой. В этот большой карман, кстати, очень удобно влезают листы формата А4. Я сюда когда-то клал бумаги. Вполне нормально. То есть она делается ровно, сохраняет форму, если вам нужно какие-то документы в поиску положить, сам это. Так, ну и давайте теперь немного реального использования. Что, крепление дронов, ну нормально. Меня все здесь устраивает. Здесь вот дроны крепятся. Вот эти магнитные стяжки. Реально удобно. Дальше. Вот здесь контейнер. Аппаратура влезает. На самом деле надо отходить от этих огромных аппаратур. Кого-то это, конечно, не устраивает. Кому-то нужны именно большие аппаратуры. Но мне кажется, что уже достаточно компактных аппаратур. Сегодня для сравнения взял эту. По идее, здесь достаточно места, чтобы еще положить очки сверху. Вот здесь вот. Особенно если у вас старые поколения очков. Не старые, а более свежие. То здесь действительно достаточно места. Ну а вообще, я, конечно, люблю все эти рюкзаки, которые превращаются в столик. Сюда можно закинуть, ну скажем, зарядку с батарейками. Либо просто телефон с ключами кинуть сюда. Вот пыль, мусор особо сюда не залетает. Потому что она достаточно глубокая и со стенками очень удобно. Оно гораздо глубже при этом, чем на некоторых других рюкзаках. Могли бы чуть потоньше сделать. Но это сделано в уголе того, что оно не тыкается сильно в верхнюю стенку. Потому что на каком-нибудь рюкзаке типа Аулайн это отделение уже. И аппаратуру, когда вы закрываете, немножко стики упираются вот в крышку вот эту верхнюю. Продавливает не сильно, но тем не менее давит именно на стики. Здесь такого не происходит. В этом плане сделано лучше. Боковые карманы я использую под бутылочки. Естественно, но бутылочки только маленькие. Я приспособил здесь вот эту бутылочку, которая, во-первых, с вот таким вот хвостиком. Для того, чтобы мог я закрепить. Потому что если здесь не закрепить, она просто очень легко вываливается. Кстати, бабушка подарила. Бабушка у меня иногда видео смотрит. Ей респект. Очень классная бутылка. Спасибо большое. Если вам тоже есть, что передать вашим бабушкам, мамам, тетям, дядям, оставляйте в комментариях. Будет всем приятно. Боковые карманы. Но на самом деле они не такие большие, как кажутся. Вроде что-то в них лезет, но они узенькие. Очень узкие. Ну, то есть пропеллеры сюда можно затолкать. Еще что-то. Но крупное можно затолкать. Но тогда у вас начинает немножко здесь вот это все так растопыливать. И сюда уже снаружи ничего не положишь. Я здесь, кроме, например, ND-фильтры иногда пропеллер кладу. Мне этого достаточно. Но в целом это хороший вариант. С другой стороны, обычно кладу аккумуляторы. Ну, аккумуляторы можно с двух сторон класть. Здесь влезает достаточно большое количество аккумуляторов. Вплоть до, ну, где-то 6. Либо даже если банки узкие, 8 банок можно засунуть. Ну, то есть это как большой липо-бэк для меня. По поводу штативчиков, конечно, они вроде пообещали штативы, но оно не лезет все. Маленький штатив, вот такой вот, он не достает просто для каких-то лент. Это Mantis. Он достаточно длинный на самом деле, но все равно он недостаточно длинный для того, чтобы зафиксироваться на рюкзаке. А так он, естественно, выпадывает. Слава богу, его можно немножко сложить, тогда он как бы держится. Более большие штативы сюда с трудом влезают. Здесь реально мало места вот это вот. Все, оно сделано не очень глубоко, и поэтому оно все немножко болтается. Ну, вот надо прижимать вот этими стрепами. Они как бы здесь есть, и вроде как нормальные, но только для длинных штатив и больших бутылок. Вот эти все крепления, ну, на самом деле, мне особо не нужны. Хотя они сделаны, конечно, массивно красиво, но мне они были не нужны. Вот это вот место с креплением. Если честно, рюкзак сидит не очень стабильно. И это я причем еще подзатянул его. То есть оно здесь можно сделать чуть-чуть посвободнее. Но я это затянул на максимум, и все равно оно, естественно, болтается. То есть рюкзак на спине не висит как приклеенный. Идешь, он слегка болтается, чуть-чуть пошатывается. Особенно если он не сильно нагружен, не вниз потягивает его. Он подскакивает. Это не очень приятное ощущение. Поэтому именно по носке его, скажу, что, ну, не 10-10. Теперь касаемо отделения под ноутбук. Действительно, у него 16-ти зимовый ноутбук лезет. Там у меня сейчас лежит как раз MacBook 16-ый. Достаточно большой ноут, но он сюда влезает как нужно. Как раз под него размер хорошо. Но вот эта вот нижняя сторона, она сделана такой же тонкой, как вот, наверное, вот эта вот. То есть здесь буквально миллиметр ткани толщиной. Она не пружинит. И поскольку вот это все прогинается, когда вы ставите на пол, по факту вы, если вы неаккуратно ставите, постоянно лаптоп бьется. Если пол твердый, если какой-нибудь кафель, то есть когда ставите, нужно быть аккуратным, чтобы не хряпнуть ноутбуком хорошенько об полбоком. Вот в этот момент, конечно, здесь не очень хорошо продуман. Ну и внутренняя часть располагается вот так. Здесь обычно тоже какой-то инструмент пробчики. Ну что-то такое базовое, простое, потому что не хочу сделать сильно толстой крышку. Потому что крышка на самом деле расширяется не вперед, поскольку здесь у нее ребра жесткости, а внутрь. Соответственно, начинает придавливать здесь все, немножко топочется, но закрывается все равно нормально. Внутри началось место для всего, что мне нужно. Лежат две камеры, аппаратура, очки, ну и какая-то мелочь, плюс еще сумка TBS. Сюда же можно, естественно, закинуть все аккумуляторы, например, коробочку убрать. Это мои личные вещи. Ну так, на самом деле, вот в рюкзаке ровно столько места, сколько вам нужно от такого рюкзака. То есть здесь ни больше, ни меньше. То есть на день полетов сходить с таким рюкзаком easy. При этом он действительно меньше, чем аналоги. Ну и небольшое заключение. Скажем так, у этого рюкзака есть недостатки, есть какие-то нюансы, о которых я уже до этого рассказал. Но в целом, мне кажется, что у него есть неоспоримое преимущество. Это именно его размер и удобство. То, что он небольшой и имеет все, что мне нужно. Этот рюкзак, по факту, стал с моим основным рюкзаком. И последние два месяца я бегаю только исключительно с ним. Конечно, когда у меня большие проекты, и мне нужно много оборудования, тогда я беру два или даже три рюкзака. И тогда, естественно, там берутся все мои рюкзаки, которые я имею. Но, как основной рюкзак для вот таких вот обычных полетух, когда я выхожу сам для себя что-то там подлетать. Один-два дрона в комплекте, очки, пульт, зарядка, батарейки. Может быть, какой-то еще дополнительный став, типа какая-нибудь запасная футболка, запасные штаны. Все сюда влезает. Все здесь находит свое место. И здесь действительно достаточно места для базовых каких-то перемещений со всем оборудованием, которое вам нужно. Конечно, если ходить просто по городу, можно найти еще меньше, еще более компактные варианты. Но это все равно хорошо выглядит. И если помнить о вот этом вот небольшом недостатке, я бы сказал, нюансе о том, что нужно аккуратно быть, ставить не на ноутбук, а вот аккуратно на землю, то тогда я особо у него никаких проблем не вижу. То есть рюкзак со всех сторон защищает ваше оборудование. Желательно, чтобы у вас был, естественно, мешок от дождя, потому что здесь особой защиты нет. То есть под дождем он достаточно быстро мокнет. Если у вас нет, как у меня, от других рюкзаков таких вот накидных чехлов, то закажите в комплекте. Там 6-7 долларов, которые он стоит, оно действительно отрабатывает. Положите себя сюда в один из боковых карманов. Можно даже не вытаскивать его, забыть там. И вот когда-то он вам один раз пригодится, и он уже отработает свои бабки, потому что у вас не поврет какое-то дорогое оборудование, которое внутри. Ну и в целом я бы сказал так, что у него строгий дизайн, но при этом он хорошо выглядит. У него есть какие-то фишечки. Вот этот вот принт на верхней части. Боковые нашлепки для тех, кому нужно с одной стороны, с другой стороны. И, конечно же, очень много различных вариантов крепления всего. Я не пользовался всем, но я догадываюсь, что если вы идете, например, в какой-то серьезный поход с дронами на гору для каких-то серьезных проектов, где вам нужно именно много чего дополнительного нести, это все вот эти вот все дополнительные причиндалы. Этим всем точно можно пользоваться, и оно должно вам помогать. Ну и теперь по цене. Самый большой вопрос. Дороговато, дороговато, но надо учесть, что все рюкзаки дорогие. А этот еще и специализированный под дронстав, и еще и неплохо сделан, еще и хорошо выглядит. Так что получается, что он не сильно дешевле, чем я на рынке. Основная фишка этого рюкзака, то что он не такой огромный. Он не громоздкий. Я как бы сам тоже дядя не маленький, но на мне он действительно выглядит, как будто это маленький школьный рюкзачок. Как будто туда две тетрадки положил, да побежал. Вам немножко внимательно нужно выбирать, какое оборудование вы возьмете с собой, потому что все сюда не влезет. Но спина вам скажет спасибо, и его действительно удобно носить. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описании. В описании будут ссылочки на этот рюкзак. Единственное, что меня здесь, конечно, подбешивает, это вот открепление лямок, но в остальном, я бы даже сказал, что я уже к этому привык. В руках его в любом случае немного ношу, а снова в машине едет. На этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok